Привет, друзья! Я Александр Виноградов, и как ни странно, вы на моем канале. Хочу поделиться новостями. Во-первых, я сейчас в Таиланде путешествую по Азии. Точнее, немножко по двум странам, или трем, как получится, в течение двух месяцев. Сегодня я в Таиланде, завтра я поеду в Малайзию. И за моими путешествиями прямо вот сейчас, вживую, вы можете смотреть на перископе. Мой никнейм настоящий. Там я показываю, как я путешествую, всякие невероятные истории, а может быть и самые обычные. Это уж как повезет. Ну, можете включить и смотреть эту прямую трансляцию. И еще одна новость заключается в том, что мы наконец-то запустили канал Бродяги Дхармы. Вот здесь. Многие видео для этого канала делаю я. Так что я думаю, вам будет очень интересен этот контент, хотя бы из-за моей причастности к нему. Там о бродягах, о путешествиях и о всяких интересных вещах. Следующая новость. Мы запустили, наконец-то, видео про Крым. Точнее, вирусное видео, где Денис Нарапей бегает с селфи-палкой из колбасы. Я думаю, это крайне угарно. Мы очень долго над этим работали, и я очень надеюсь на отличный фидбэк от вас. Я думаю, что вам это понравится, и вы обязательно должны это посмотреть. Ну, а помимо этого, есть пара тем, о которых можно просто поговорить. Очень многие путешественники говорят о том, что нужно путешествовать, что свобода, отрицай все, что не нужно ни к чему привязываться, все будет круто. И я хочу поговорить о деньгах. Проблема в том, что люди, которые отрицают деньги, делают это настолько яро, что они к ним еще больше привязаны, чем все остальные. Ведь все говорят, что деньги нами управляют, и мы рабы денег. Но на самом деле, раб денег только тот, кто о них постоянно думает. А кто думает больше всех о деньгах? Правильно! Нищебродные путешественники! Почему? Да потому что нам постоянно не хватает денег. Мы начинаем не искать способы их заработать, а как бы сэкономить. Вопрос, выход ли это из ситуации? Конечно же, нет. Потому что есть какие-то блага, которые нам нужны, но мы не можем получить их просто так. Мы не можем получить просто так медицину, хотя, по идее, государство нам ее дает. Мы не можем просто так поесть, мы не можем просто так поспать или передвигаться. То есть, нет, о чем-то я. Конечно, мы все это можем. Мы можем ездить автостопы, мы можем быть на вписках и так далее. Но ты это заслужил, ты действительно заслужил этого. А что ты сделал для других, чтобы тебе это дали? Да, ты платишь людям своим общением и вниманием к ним. Но это всего лишь обмен услугами, и далеко не всегда его можно совершить. Конечно, можно устроить пикет ненависти к деньгам, но рано или поздно они тебе понадобятся. Хотя бы подлечить свое здоровье. Ну, если ты, конечно, не аскет, тогда тебе вообще ничего от жизни не нужно. Дело в том, что многие, помыслив о зле денег, отказываются от них, но не представляют, как без них жить. И в итоге начинают заниматься всяким непотребством. Начинают воровать, разводить людей или просить подаяния. Как следствие, отказ от денег, так же, как и зацикливание на них, вызывает только больше по сознательных мыслях о всевозможных материальных благах. А тем временем деньги – это всего лишь обмен услуги на услугу. И чтобы не платить картошку из баку, мы платим деньгами и получаем какой-то определенный отсутствующий эквивалент тех вещей, которые мы хотим получить. Деньги – это не так, что и плохо, ведь на них можно купить себе кучу ништяков. Хм, 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 блин, это же божественно. Так что самое лучшее, что можно сделать, это не думать о деньгах, как о вселесском для порабощения. Ведь раб денег только тот, кто постоянно о них думает. Так что я лучше буду порабощен едой. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, и делитесь этим видео. А главное – обсуждайте в комментариях и высказывайте свои точки зрения на тему денег. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok